Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дinto Дима Торзок Дима Торзок нуклеарных оружий вокруг мира. В самом деле мы можем сказать, что Путин сейчас благословит Восточного, и Восточный сейчас в труппе, потому что они не могли реагировать, они должны реагировать, потому что в другом способе Норско-Корее, Ирана или некоторые страны скажут, почему мы должны уничтожить с нашими оружиями. Так что вы думаете, что эти санкции и все эти слова об этой санкции просто какие-то типа дипломатия, не настоящая? Может быть, это лучше, чтобы выполнить личные санкции против Путина и его внутренний круг? Окей, это в самом деле, что Восточный сейчас делает. Первое, я бы хотел сказать, чтобы обратиться к режиму нонпроферации. Это, в самом деле, пункт номер два. Пункт номер один – это агрессия и непровокированная агрессия. Мы можем, и, в самом деле, в Восточном, вы можете читать много материалов, которые сравнивают это с что Адольф Хитлер сделал в Судетянской регионе в Чехословакии. В общем, это же аргумент. Это регион, который был осуществлен в нем, поэтому мы ее возвращаемся. Что произошло после этого? Мы помним, что в Восточном поле об обеисменте, то есть Мюнинг поле. Итак, Хитлер сначала взял в Судет область, а затем уничтожил всю Чехословакию, и это был другой степь в ВВ2, unfortunately. Но Мистер Путин использует то же самое аргумент. Он сказал, что Россия живет в Крыме, они уничтожили, поэтому я буду и уничтожили аргумент. Поэтому, опять же, это претеста для непровоканной агрессии, и это вибрация территориальной интегратистики государства. И это обозначает всю идею о безопасности в Европе после отзывания Хелсинки, который наконец recognized все территориальные границы в Европе. Так что это основной проблемой. Второй проблеме это, что делать, и вы правы, нужно иметь персональные санкции, но персонализированные санкции. Но здесь, я думаю, это что Украина делает. Потому что, опять же, они introduced виза-банки, и они introduced экономические санкции, потенциальные санкции, для тех, которые участвуют в обеспечении агрессии, включая главных главных официалов, и не только персональные санкции, но и также санкции против тех компаний, которые участвуют в этой форме, в обеспечении некоторых частей кримейской property, которые benefitят от русской агрессии или оккупации Крымьей. Я думаю, что Украина делает очень важный, очень сильный сигнал. Я надеюсь, что другие участники социальной комьюнити, особенно Европы, и может быть Japan, и Канада также присоединиться. Китай больше хорошее на этом, но я думаю, что Китай есть огромный мощь, который гарантирует украинскую безопасность, и мусульный мир, definitivamente, да. Я думаю, что это высокий момент для мусульного мира понимания, что Крымьей и Татас мусульные, это мусульная комьюнити, мусульные, и есть слоган, что нет, нет депортации, нет геносида от Крымьей от Крымьей. Так что, опять же, это время для мусульных статей реакции. Что ты думаешь? Может быть, может быть, неправильное сценарии в Украине? Потому что Крымьей, как аналитисты, говорит, это немного похожее с теми людей, которые живут в former Югославии. Манн, я имею мусульмам мусульмам, и также крестьянам, ортодоксам, русским, украинским? я думаю, нет. Украинский опасный, потому что Украина это страна с 45 миллионов людей, и если у вас русская агрессия против страны, это гораздо превосходнее. Но основное понимание конфликта совершенно разное, потому что в Югославии не было мусульмам, но в Украине нет мусульмам, нет мусульмам в Криме, поэтому это совершенно неудачен агрессия, и я думаю, это высокий момент для весь мир реакции. Окей, это область сообщества. Еще одна последняя вопрос. Как вы думаете, что Украина может решить эти страны с собственными способами, с собственными силами, не включая international комитета? украинцы могут защитить себя, и мы готовы сакрифицировать. Мы доказали это в последние события, но я поставлю эти вопросы на другие страны. Вы хотите следить полису обезопас агрессора, Мюнхской политики, политики, которая идет против ваших облигаций облигаций, потому что эти облигации были представлены в Украине и Украине. Это время для них увидеть как они будут выполнять свои облигации. Мы надеемся, облигации будут выполнены, и также общественные комитеты будут решены спокойно решены все криси. Спасибо большое, профессор Горан. Я надеюсь, что лучше. Я надеюсь, что вы также будете нашим guestом в студии. Дискаться не этой криси, но облигаться европейской интеграции в Украине, потому что украинцы должны быть частью европейской коммуниции. Действительно. Действительно. Спасибо большое. Спасибо и увидимся в несколько минут с другими гостями на Национальной Телези Компании Фест Украины ТВ в специальном Украине. Спасибо большое.